В народе говорят, бабье лето – это отголосок лета прошедшего, когда оно прощается с нами до будущего года. Природа дарит несколько теплых коротеньких деньков, словно извиняясь за неожиданные экстремальные холода, и дает возможность подготовиться к предстоящей зиме, позаботиться о комфорте в доме и офисе. Что же делают для этого заинтересованные службы и простые гамильчане? Можно ли при этом сэкономить на коммунальных услугах? Попробуем в этом разобраться. Свет никак нельзя уменьшить, потому что надо же посмотреть тот телевизор, тот и все. Экономим на всем – на воде и на свете. Коммунальные кусаются, скажем так, а молодой семье вообще тяжело. Окна поменяли полностью, все пластиковые стоят, энерготеплосберегающие. Там тройные стеклопакеты для того, чтобы было теплее в квартире. Но еще планируем поменять батареи. Какие-то вышли новые батареи, но пока еще не занимались тем вопросом, но очень хотим. Магодетная семья, мама ругается по возможности. Сын выключает свет, дети все выключили свет. Стараемся следить за этим. Водичку тоже зря, чтобы не капало. Стараемся закрывать. Утеплел дом, как говорится, снаружи, чтобы меньше было. Энерготепрегающие, лапочки поставили везде. Сам начальник проектного отдела теплоснабжения и вентиляции, поэтому экономим. Ставим счетчики на воду, на тепло, регуляторы температуры. Мы счетчики себе установили, газовая вода. У нас также счетчики, стоят краны, которые включаются и выключаются, не крутятся. Все переделали, установили. Ну как бы окна утеплились, все нормально у нас. Далеко не каждый может похвастаться умением экономить. А что делают в этом направлении в ЖКХ? Основными направлениями, которые влияют на экономию топливно-энергетических ресурсов, у нас являются такие, как замена тепловых сетей, замена насосов, которые используются на наших объектах, замена неэффективных котлов, которые отработали свой нормативный срок, которые морально-физически уже устарели. Если брать по цифрам, то на этот год у нас запланирована замена 114 километров тепловых сетей. На сегодняшний день уже практически мы поменяли 110 километров. Эта работа проводится также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Мы в этом году проводим модернизацию на пяти теплоисточниках, довольно крупных, переводим их на работу на местные виды топлива. Также устанавливаем в качестве резервного оборудования современные газовые котлы. Но основной упор на этих теплоисточниках делается все-таки на местные виды топлива. Задания по экономии топливно-энергетических ресурсов уже выполнили на 118%. На начало сентября экономия составила порядка 6 миллионов долларов. И по концу года мы планируем выйти на 7-7,5 миллионов долларов экономии за счет внедрения всех наших мероприятий. О готовности городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-18 годов говорили и на заседании Гомельского горосполкома. В Гомеле выполнен профилактический ремонт 20 котельных, более 100 тепловых пунктов. Произведены очистка водонагревателей и гидравлические испытания теплотрасс. Создан необходимый запас резервного топлива. В рамках подготовки к зимнему периоду нами была произведена проверка всех приборов учета и регулирования тепловой энергии, что позволит нам без перерасхода тепловой энергии выдержать социальный стандарт во всех домах. И напоминаю, это должна быть температура в квартирах не ниже плюс 18 градусов в каждой квартире города Гомеля. Кроме этого, для экономии электрической энергии нами выполнена установка энергосберегающих светодиодных светильников в количестве более 20 тысяч штук. Это уже в текущем 2017 году. В Гомеле к началу предстоящего отопительного сезона заменено 25 километров тепловых сетей. Вместе с тем есть вопросы, требующие дополнительного внимания. Например, износ тепловых сетей сейчас составляет порядка 50%. Поэтому балансодержателям необходимо учесть практику прошлого отопительного сезона и обеспечить стабильную безаварийную работу теплотрасс в зимний период. Одной из основных составляющих подготовки к зимнему периоду является капитальный ремонт. В текущем году мы планируем ввести 158 тысяч квадратных метров жилой площади после капитального ремонта. Вот в частности мы находимся в Советском районе, где избрана концепция по квартальному капитальному ремонту. То есть в одном квартале ставятся дома по очереди на капитальный ремонт. И что позволяет нам на ближайшие 25 лет уйти из этого района с капитальным ремонтом и дать возможность жителям всех домах жить в одинаковых условиях. Повышенное внимание к теме готовности к зиме проявили и депутаты. На выездной сессии Гомельского городского совета они ознакомились с подходами к работе, которые используются в Советском районе. В частности, на примере дома, который находится в стадии капитального ремонта по улице Волгоградская, 43-Б. Было также отмечено, что сегодня из капремонта практически исключен такой важный момент, как благоустройство и ремонт подъездов. По сути, после капитального ремонта на дворовых территориях восстанавливается только то, что было нарушено. Основное упор у нас делается на восстановление несущих способностей конструктивных элементов зданий, ремонт кровель, восстановление теплотехнических характеристик зданий, ремонт инженерного оборудования, ремонт балконов и приведение здания в надлежащий вид после капитального ремонта. С 2018 года ожидается еще одно нововведение. Если ранее на капитальный ремонт уходило 12 месяцев, а сейчас 3, то в будущем году этот срок без учета подготовительных работ будет сокращен до 1 месяца. Всего в текущем году на проведение работ по капитальному ремонту жилищного фонда предусмотрено более 17 миллионов рублей. При этом доля государственных бюджетных средств составляет порядка 52%, доля средств, отчисляемых гражданами – 48%. По данным Гомельского городского ЖКХ, областной центр подготовлен к зиме. Главное – не допускать неэффективного использования тепла. Для этого достаточно придерживаться простых, но действенных мер. Это утепление окон, замена окон на стеклопакеты, утепление и герметизация входных дверей в квартиры для того, чтобы тепло не выдувалось. Также обращать внимание на состояние входных дверей в подъезды, тоже не бросать их открытым. Если есть какие-то неисправности, то незамедлительно обращаться в жилищно-эксплуатирующие организации, которые их исправят. Бесспорно, от работы ЖКХ зависит многое. Тепло, уют, комфорт в наших домах, благоустройство дворов и улиц. А что делают сами жители для того, чтобы не транжирить все блага цивилизации, которые приходят в наши дома? Продолжим опрос на улицах Гомеля. Меняем сначала освещение на светодиодное, это раз. Второе, поменять краны, это два. На новые, можно шаровые, это второе. Мы уменьшили подоконники. Во-вторых, мы отодвинули шторы, чтобы из подоконника воздух, ну от батареи воздух попадало окно, освещало оконный проек. Во-вторых, за батарею мы положили, знаете, такая подкладочная ткань есть, да, строительная. Она с одной стороны фольгированная, блестящая. Она отражает тепло. Мы в прошлом году это сделали, но, чтобы не соврать, тысяч на сто меньше стало. Ну, старыми деньгами. То есть это уже неплохо. Ну и, естественно, мы, когда выключали воду, отключали горячую воду, мы перекрывали это все, платили, соответственно, только за холодную. То есть в разы. Сейчас в рамках подготовки к зиме обложили трубы все эти пленкой, ватой какой-то там. Ну, не знаю, строители делают. То есть вы задумывались над экономией, да? Ну, конечно, это очень дорого сейчас получается. Тем более, что нас напугали, что мы уже будем по полной программе оплатить. Коммунальные службы ищут пути снижения затрат, но тарифы неминуемо вырастут. Сегодня белорусы возмещают более 60% затрат на жилищно-коммунальные услуги. Уже сейчас на повестке дня стоит вопрос о возмещении 75%, а в недалеком будущем и всех 100%. Планируется оплата населением 100% стоимости коммунальных услуг за исключением такой услуги, как и теплоснабжение. На сегодняшний день работает такой механизм, как безналичные жилищные субсидии, которые направляются именно той категории граждан, которая нуждается в их получении. Первые суммы безналичных жилищных субсидий появились в жировках год назад, в октябре 2016-го, после вступления в силу указа президента номер 322. И за последний квартал прошлого года в стране ими пользовались 2385 домовладельцев, на общую сумму 35 тысяч рублей. Нынче цифры сильно выросли. В первом полугодии 2017-го помощь в оплате получили уже около 11 тысяч домохозяйств на сумму более 326 тысяч рублей, около 90% из них по выявительному принципу. На субсидию имеет право собственник жилого помещения, наниматель, член организации застройщиков и совместно проживающие члены семьи. В том случае, если затраты на оплату коммунальных платежей превышают 20% от совокупного дохода семьи. Как правило, сюда попадают в эту категорию люди с минимальным доходом, пенсионеры, многодетные семьи. По выявительному принципу рассматривается такая категория граждан, как пенсионеры и инвалиды, одинокопроживающие. Все остальные могут претендовать на финансовую помощь, обратившись с заявлением в расчетно-справочный центр по месту жительства и собрав необходимый пакет документов. Такую помощь сейчас получают семьи, оплата жилищно-коммунальных услуг, для которых превышает 20% среднемесячного дохода в городе и 15% в сельской местности. Субсидируются основные коммунальные услуги. Это квартплата, то, что все нам приходит по квитанции, и отопление, электроэнергия, газ и вода. А дополнительные такие услуги, как домофон, телефон, антенна, интернет, это не включается в субсидирование. Но как быть тем, кому субсидия не положена? Начинать экономию на коммунальных услугах необходимо с привычки. Так говорят в Гомельской школе номер 40, которую называют не иначе, как самой экономной. В этом году школа в очередной раз стала лучшей в республике по созданию системы работы в области энергосбережения. Здесь любой вам даст полезный совет. Всему тому, чему меня научили в школе, я научила всю свою семью. У нас письменный стол расположен ближе к окну. Чтобы делать уроки, мы использовали именно дневной свет, а не включать свет. Также у нас заменены лампы. Я у себя дома насчитала 31 энергосберегающую лампу. Мы также бережем воду, используя смесители, которые останавливаются рычажно. Затем мы смотрим, чтобы вода у нас не пригревалась, чтобы мы лишний раз не кипятили чайник и не тратили электроэнергию. Заполняем стиральную машину полностью до конца, чтобы она не работала несколько раз и не переутруждать электрический прибор. Так наша семья делает вклад в энергосбережение нашей страны. Здесь находятся напоминалки. Когда мы приходим из школы, мы их читаем, чтобы никогда не забывать. Когда утром чистим зубы, мы не льем воду зря, мы наливаем в стаканчик. Когда выходим из дома, телефон, компьютер, ноутбуки мы выключаем из зарядки. Мы выключаем газ и свет. Папа, мама, берегите газ, а то приедут к нам счета. Не расплатиться никогда. Капля из крана зря вытекает, денежки наши на ветер бросает. Капельку родителей остановите, реки, озера, моря сберегите. Свет горит и днем, и ночью, там, где нужно, и где нет. Взрослым я скорее напомню, уходя, гасите свет. Свет горит и днем, и ночью, там, где нет.